В эфире новости в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Главный день главных символов независимости. Беларусь отмечает день государственного герба и флага. Праздник открыли самые юные граждане нашей страны. Сегодня на площади флага сразу 70 лучших октября от Минска приняли в пионеры. Эта цифра не случайна. В этом году Беларусь отмечает 70-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Для каждого из этих ребят новое звание не просто слово. Уже сейчас они точно знают, каким должен быть пионер. Отважным, наверное. Честным. Смелым. Добрым. Он должен быть готов ко всему и всегда. Всегда должен помогать другим, дружить со всеми, помогать в трудные моменты. Всегда буду помогать пожилым людям, всегда буду помогать младшим, всегда буду уважать старших. Детям мне хотелось бы пожелать, чтобы они стали настоящими патриотами нашей страны. Чтобы они были всегда готовы защитить ее, чтобы они были всегда готовы показать образец службы своей родине, труде, во всех делах. Теперь у каждого на шее повязана маленькая копия национального флага – пионерский галстук. Не только сегодня, но и каждый день герб и флаг Республики Беларусь – неотъемлемая часть любого торжества, любого праздника. Если мы сегодня заедем на главные арены страны, где проходят хоккейные баталии, вы увидите, сколько там наших флагов белорусских, которые принесли болельщики, которые болеют не только за свою команду, а вообще болеют за прекрасное мероприятие, за прекрасный хоккейный форум. Если мы выйдем на шествие ветеранов, которые возглавлял голова государства 9 мая, то вы тоже увидите наши главные атрибуты государственности – и флаг, и герб. И это все очень символично, это очень важно. С днем государственного герба и флага соотечественников поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Пусть этот праздник еще сильнее сплотит всех нас, упрочит высокое чувство личной ответственности каждого гражданина за страну и готовности самоотверженно работать ради процветания Родины, говорится в поздравлении. Праздник продолжается. Менчане и гости столицы просто заполнили все улицы, фан-зоны и площадки возле арен. Болельщики с флагами и хоккейной атрибутикой отдыхают и набираются сил перед очередными матчами своих фаворитов, знакомятся с новым для них городом, а гостеприимные белорусы стараются поддерживать это настроение. Минск очень хороший город, приятно удивлен этим впечатлением, все такое чистое, все приятно. Город очень красивый, приятно самим, приятно гордо. Мы гордимся тем, что мы живем в этом красивом городе. Просто шок! Все так просторно, так красиво здесь и организация, конечно, если о хоккее говорим, и арена, и все это просто впечатляет. Очень чистый и красивый город, очень все приятно и красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...